МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спросим у флориста Екатерины Маслаковой. Екатерина, здравствуйте. Добрый день. У вас уже большой опыт в сфере продажи цветов. Скажите, перед 8 марта, на 8 марта мужчины все-таки как-то стараются соригинальничать или дарят просто монобукеты? Вы знаете, как правило, вообще, я могу сказать, прошедшие года в основном мужчины все-таки склонялись к монобукеты, классика, тюльпаны, хапки, целлофан прозрачный. Да, буквально. Последние годы, слава богу, они удивляют все-таки подходом. Слава богу, очень много экзотики появляется у нас. И стараются, на самом деле, как-то готовятся заранее, придумывают, ищут картинки в интернете, скидывают что-то там подобное, просят сделать. Поэтому я думаю, что, да, большинство, слава богу, оригинальничают все-таки и радуют своих женщин. Ну, а вот в целом, вы уже сказали, что тюльпаны, розы, как бы, да, традиционно дарят. А если вот не брать вот эту категорию цветов, то популярностью больше пользуются какие цветы? К 8 марта, весной вы имеете в виду. Ну, это, конечно же, мимоза, ирисы, нарциссы, то есть возможные весенние цветочки, которых сейчас миллион, крокусы. Но тюльпаны вот в любом случае без них не обходятся. Как ни крути, это весенние цветочки, если даже какие-то, например, собираются сборные букеты, они сейчас, кстати, у нас в последнее время так, в тренде, в моде, скажем так. И в весенних букетах все равно дополняются все-таки тюльпаны, тем более сейчас очень много сортов есть. Махровые, как розочки красивые, сейчас большинство, миллион просто сортов. А вот насколько популярны букеты из игрушек, из каких-то фруктов, овощей, вот именно к 8 марта? Ну, в последнее время вообще набирает, скажем так, моды, да, вот эта вот вся сборная букета фрукты, ягодки и так далее и тому подобное. Либо в боксах, я думаю, что вы видели, это половина цветов, половина фруктов там. Ну, актуально, да, как бы актуально, но мне кажется, все равно большинство как бы мужчин, по крайней мере, мужской категории, они все-таки склоняются больше к цветам. То есть, может быть, это раньше было заложено, когда мужчина шел с конфетами и с цветами, да, например. Ну, и как бы сейчас они стараются примерно в этом же направлении идти. Ну, и либо, например, красиво упакована небольшая какая-нибудь коробочка, скажем так, конфеты, какие-то пирожные, этого сейчас очень много, с добавлением маленьких цветочков, например, там, с такими же, которые есть в букете. Вот это красиво, как дополнение какое-то есть. То есть, все-таки фантазию проявляют, с оригинальностью стараются. Ну, мы, конечно, им в этом помогаем, да, но проявляют все равно, конечно. Инстаграм рулит в этом случае. Да, да, да. А вообще, вот существуют ли какие-то правила выбора цветов? Может быть, там, в зависимости от характера женщины? Может быть, в зависимости от ее какой-то профессии, увлечений? А то, может быть, там, от цвета глаз или цвета волос? Ну, вы знаете, да, все-таки существует, потому что, ну, очень, например, очень хорошо подходит, когда вот выбираешь букет, например, женщине, ну, либо у тебя советы спрашивают, очень хорошо помогает, например, как женщина выглядит. То есть, женщины есть консервативные, да, есть очень эмоциональные, есть яркие личности, которые что-то неординарное любят. И, конечно, характер помогает, да, в данном случае. Есть спокойные, которые любят очень такие тихие, нежные очень тона, когда нет кричащих оттенков. А, например, яркой девушке, там, я не знаю, ей там красно-синий-желтый, вот какие-то, да, яркие такие тона, поэтому, да. Но речь идет только вот именно о цвете цветов или же все-таки о каких-то видах? Ну, допустим, розы одни, герберы другим. Нет. Я думаю, что нет, это больше зависит в любом случае от желаний. Очень хорошо, когда, например, вы идете к кому-то на день рождения, там, на праздник, неважно куда, да, и вы знаете хотя бы немножко, что любит человек, его любимый цвет или там какие цветы он любит, что он предпочитает. Тогда уже можно, конечно, сориентироваться и подобрать, чтобы человек был рад. Интересно. Вообще, можно ли как-то вот самостоятельно собрать букет, да? И если да, то что нужно знать? Ну, вы знаете, собрать букет, например, как профессионал, допустим, по спиральной технике, ну, попробовать можно. То есть сейчас, слава богу, у нас есть очень много видео каких-то в том же Ютубе, в том же, наверное, Инстаграм, обучающие какие-то моменты. Я думаю, что если постараться, получится у каждого хотя бы собрать его приблизительно. Но если, например, это касается каких-то полевых цветов, ну, у нас, слава богу, да, скоро весна, можно, например, их собирать, чтобы они были просто, ну, разбросаны. Ну, собирать по цветочку, чтобы головки цветочков были примерно на одной высоте, чтобы он был ровненький, завязать его, ровненько подстричь, и всё. А вот, ну, может быть, минимальное количество цветов, вот из которых можно уже собрать букет? Ну, смотря это какие. Три цвета достаточно? Я думаю, что да, смотря как их собрать. Вы знаете, можно три тюльпана собрать, не знаю, там, в пяти видах, и они будут смотреть совершенно по-разному. В пяти видах три тюльпана? Ну, это от техники зависит, конечно. То есть их можно собрать, ну, например, да, там, возьмём розы, тюльпаны, что угодно, одиночный какой-то цветок. Они могут быть голове, голова к голове, например, ровненько сложены, да, и вот так вот, они там букетиком, да. Можно, например, там, по технике по другой собрать, когда один повыше, два немножко пониже, и уходят куда-то вбок. Какая-то зеленушечка чуть-чуть добавляется, немножко что-то, и уже совсем букет, конечно, другой. Поэтому можно. Фантазия творит чудеса. Я думала, для того, чтобы букет собрать, ну, хотя бы пять цветков нужно. Ну, нет, это, конечно, но как бы всё зависит всё равно в любом случае от состояния, от желания, не знаю, от бюджета, от настроения, от всего. А вообще, вот есть какие-то цветы, ну, которые нельзя сочетать друг с другом? Может быть, там, по вот их каким-то характеристикам? Ну, вы знаете, вот как-то раньше, да, наверное, вот я помню, были моменты, когда, например, гвоздику, ну, это очень много лет назад было, больше десяти лет назад, когда гвоздику категорически, например, нельзя было ставить с розой. Ну, последнее время, учитывая вообще, видимо, цвета, сорта меняются, появляются порошки всевозможные. Люди сейчас, слава богу, научились ухаживать больше за цветами. Поэтому вот категорично я бы не стала говорить, что сейчас вот есть какие-то сорта, которые нельзя смешивать. Ну, нет. Ну, кстати, вот вы сказали про цвет. Добавляют, да, какую-то краску в цветы, и они меняют, становятся вообще необычные цветы. Ну, как бы, да, в любом случае, да, ну, вот с одной стороны вода красится, да, у красящих цветов. Ну, как бы в любом случае их красят в основном с корня. То есть это не пагубно, не влияет на цветок. Никогда спрей краска, хотя они тоже есть цветочные. А когда с корня, когда они уже приходят, я думаю, что видели сейчас гвоздики, да, вот диантус очень красивая, нести синяя, чёрные. Ну, их добавляют в сборные букеты. И в любом случае ты букет ставишь не отдельно от этих гвоздик дома. Ну, и как бы, учитывая то, что сейчас всё равно сорта, слава богу, в последнее время стойкие, мы стараемся брать, они приходят. Поэтому, как бы, я думаю, что нет. Всё равно цветок радует нас от пяти, там, до десяти дней. Вечно они не стоят, к сожалению. Ну, вот, кстати, про то, что они вечно не стоят, но всё-таки хочется, чтобы они стояли как можно дольше. Есть ли какие-то секреты, как сохранить цветы на подольше? И это один секрет для всех видов? Или всё-таки существуют разные? Нет, конечно, есть. Безусловно, есть. Вы знаете, в любых цветах сейчас очень часто практикуют порошки. Сейчас они продаются в любом цветочном магазине. Очень многие цветочные магазины, там, и мы в том числе, мы просто порошочки мы даём покупателям, да, например, чтобы высыпать их в водичку. Кому-то нравится, кому-то нет, кто-то говорит, что стоит больше, кто-то нет. Я, конечно, как бы ближе склоняюсь всё-таки к холодной воде, замене каждый день. А буду порошок добавлять вот при каждой замене? Ну, вообще, да, потому что порошок как бы уже потом нельзя, нежелательно с порошка ставить, например, просто воду. Если уж вы с порошком начали, то с порошком и продолжайте. Что касается отдельно, например, цветов, могу сказать. Если это роза, допустим, высокая, роза должна стоять обязательно выше половины стебля в воде. То есть, например, да, когда приносят домой этому розу 80 сантиметров, 70, оставят её в такую вазочку, она умрёт на следующий день. Ну, правда, потому что ей не будет хватать просто элементарно воды для того, чтобы она нормально пила. Либо половину стебля, чтобы вода стояла. Нижние листочки нужно обязательно убирать. Ну, там, если, допустим, флористы что-то не так сделали, нижнюю листву убирать, обязательно косой срез. На каждой розочке можно увидеть, есть такие, знаете, как... Шипы? Нет, не шипы, почечки. Они между шипами, их очень видно. Ну, кто есть на рассаду даже выращивает, можно увидеть. Вот, и надо до них или после них подрезать. Можно на ночь каждый день душем холодным переворачивать, прям листики брызгать и опять ставить, например, воду и каждый день заниматься вот примерно таким занятием, что касается роз. Для того, чтобы они стояли, ну, как бы реально на это надо тратить время. Ну, я думаю, что примерно такая же схема действует и на другие цветы. Ну, конечно. Я благодарю вас за беседу. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Зрителям, я напомню, мы говорили о том, какие цветы дарят мужчины и женщинам на 8 марта, как правильно выбирать букеты и как сохранить. До новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...